Всем привет, с вами канал MadScience. Сегодня мы с вами разберем дымовую шашку DM11, которая которая как бы дымит 10 минут и в ней достаточно дыма густого. Мы посмотрим, что у нее внутри во-первых такая цель, а во-вторых я хочу рассказать то, что намного выгоднее купить DM11, разделить ее на 10 частей, допустим на 10 стаканчиков, как я понимаю, и может получиться 10 дымовых шашек по одной минуте горения дыма и это выгоднее гораздо чем покупать эти дымовые шашки отдельно, которые горят также по минуте. Поэтому давайте посмотрим какой в этой консервной банке состав, как он выглядит, какой имеет вид. Забьем им небольшую трубку, вот такую вот, и посмотрим как она дымит. Поехали! И что мы видим? Мы видим порошок. Давайте сейчас попробуем со мной. Вот в этом месте в принципе должен происходить запал самой дымовой шашки. Если вы заметите, что по краям идет немножко другого, но оно по-другому чуть выглядит, но в принципе очень консистенция напоминает песок, обычный песок. имеет запах не резкий, но специфический. Идет камушками вот такими вот и оно твердое, довольно таки твердое, ребята. То есть она либо старая и поэтому она отсырела, отлежала и поэтому такая вот твердая. Либо она такая и должна быть. Ну что, давайте напакуем стаканчик этой штукой и посмотрим, как как это дымит. Проверим все в дымовых полевых условиях. Посмотрим на результат. То есть, ну в принципе, вы сами понимаете, вы забиваете на 10, ну как делите, то есть дымовая шашка 10 минут дыма, да, густого. Вот это DM-11 военная. Вы делите на 10 частей состав, который имеется в этой дымовой шашке и вы получаете 10 дымовых шашек по одной минуте. Это гораздо выгоднее, чем покупать их отдельно. То есть, можно купить одну такую шашку и вы сэкономите большие деньги на этом. Так, попробуем сейчас чуть. Кстати, состав, ну, красуется, конечно, но с трудом. То есть, его, он, он такой, окаменелший. Вот, с такого вот состава и сделана дымовая шашка DM-11. Так, продолжаем забивать наш стаканчик. Я потом, смотрите, я не буду все снимать. Я просто забью эту трубку вот этим составом. Поставлю самодельный фитиль, кстати, про этот фитиль, вы можете вот где-то вот тут перейти по ссылочке и увидите, как его сделать. И посмотрим, как будет гореть именно просто в трубке вот этот состав, а не в банке этой же стеной. И можно ли вообще, ну, то есть, будет ли он нормально работать и возможно ли сэкономить вообще деньги, сделав подобный трюк, как мы вот планируем сделать. Так что оставайтесь с нами и до встречи на полигоне. Всем привет, с вами канал MadScience и сегодня мы протестируем, а чая здороваясь там, мы уже с вами здоровались. Давайте протестируем вот эти дымовушки, которые мы сделали с DM-11. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вот это уже покруче! Можно сравнить Сколько дыма И Вы сами понимаете, насколько эффективна Эта дымовая шашка Для сравнения Вдалеке люди И посмотрите, дым Субтитры сделал DimaTorzok Дымовая шашка